Совещание начали с хороших новостей. Делегация Ульяновской области с бизнес-миссией посетила Саратовскую область. Были достигнуты договоренности о сотрудничестве в разных сферах, включая экономику, туризм и культуру. В рамках визита я встретился с губернатором Романом Викторовичем Басаргиным. Мы нашли новые пути для налаживания добрососельских отношений и коопераций. Точек соприкосновения очень много. От туризма до промышленности. Ждем коллег к нам с ответной бизнес-миссией. От развития кооперации перешли к защите окружающей среды. В Ульяновской области в связи с резким потеплением с 3 апреля начался пожароопасный сезон. Уже сейчас зафиксировано более 15 термоточек, где возможно возникновение лесных пожаров. В региональном бюджете заложено 98 миллионов рублей на предупреждение и ликвидацию возгораний в лесных массивах. В соответствии с утвержденным сводным планом утушения лесных пожаров, который согласован федеральным агентством Рослесхоза и утвержденным губернатором Ульяновской области, общая группировка сил и средств составляет более 3000 человек и более 550 единиц техники. Православные христиане готовятся к одному из своих главных праздников – Светлому Христову Воскресенью. Чтобы ульяновцам было проще попасть на кладбище, на Радоницу и на Пасху, подъездные пути к ним благоустраивают. На всех ульяновских дорогах продолжается ямочный ремонт. Несмотря на то, что состояние дорог улучшилось, жалоб от жителей все еще очень много. Общая площадь ямочного ремонта – 750 тысяч квадратных метров дорог. Поставлена задача до конца текущего месяца – осуществить весь аварийный ремонт. Все эти участки определены, объекты понятны, бригада сформирована. Как я уже озвучил, более того, мы эти бригады усиляем. С текущей недели мы продолжаем работу по струйному инфекционному методу. В регионе продолжается реализация национального проекта здравоохранения. В 2023 году будет завершено строительство и оснащение детского инфекционного корпуса Ульяновской областной клинической больницы. Также в регионе внедряют стандарт «Бережливая поликлиника». В его рамках построят пять новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов и проведут ремонт в 16 поликлиниках. Отдельно хочу выделить перенос на 2023 год с учетом опережающего строительства. Это строительство шесть объектов здравоохранения в области, пять ФАПов и один офис врача общей практики. И капитальный ремонт шести объектов, который нам подтвержден Минздравом Российской Федерации благодаря поддержке губернатора. Таким образом, уже в этом году более 300 тысяч жителей смогут получать медицинскую помощь в современных и, соответственно, комфортных условиях. На заседании губернатор посоветовал членам правительства и всем ульяновцам пройти диспансеризацию. Статистика неутешительная. У каждого десятого по итогам обследований обнаруживаются новые заболевания, часть из которых жизненно опасна. Также обсудили визит директора Центра «Мой бизнес» Руслана Ганединова в Лутугинский район Луганской области. По итогам поездки решили открыть в Лутугино магазин ульяновских товаров. 20 компаний из Ульяновска уже готовы поставлять свою продукцию в Луганскую область.